Русская народная сказка Баба-Яга и заморышек Читает Павел Беседин Жил-был старик да старуха Детей у них и не было Уж чего они не делали Как не молились Богу А старуха все не рожала Раз пошел старик в лес за грибами Попадается ему дорогою старый дед Я знаю, говорит, что у тебя на мыслях Ты все об детях думаешь Пойди-ка по деревне Собери с каждого двора по яичку И посади на тебе яйца к ложку Что будет, сам увидишь Старик вратился в деревню В ихней деревне был сорок один двор Вот он обошел все дворы Собрал с каждого по яичку И посадил к ложку на сорок одно яйцо Прошло две недели Смотрит старик, смотрит и старуха А из тех яичек народились мальчики Сорок крепких, здоровеньких А один не удался Хил да слаб Стал старик давать мальчикам имена Всем дал А последнему не достало имени Ну, говорит, будь же ты Заморышек Растут у старика со старухою детки Растут не по дням, а по часам Выросли и стали работать Отцу с матерью помогать Сорок молодцов В поле возятся А Заморышек дома управляется Пришло время синокосное Братья траву косили Стога ставили Поработали с недели И вернулись на деревню Поели, что Бог послал И легли спать Старик смотрит и говорит Молодозелена Едят много Спят крепко А дело Пади ничего не сделали А ты прежде посмотри, батюшка Отзывается Заморышек Старик снарядился И поехал в луга Гляну Сорок стогов Сметана Ай да молодцы, ребята Ай да молодцы Сколько за одну неделю Накосили и в стога Сметали На другой день Старик опять Собрался в луга Захотелось На свое добро Полюбоваться Приехал А одного стога Как не бывало Воротился домой Говорит Ах Детки, детки Ведь один-то стог Пропал Ничего Батюшка Отвечает Заморышек Мы этого вора Поймаем Дай-ка мне сто рублей А уж я Свое дело сделаю Взял у отца сто рублей И пошел к кузнецу Может ли сковать Мне цепь Чтоб хватило С ног до головы Обвить человека Спрашивает в кузнице Кузнеца Отчего не сковать Смотри же Делай покрепче Коли цепь выдержит Сто рублей плачу А коли лопнет Пропал твой труд Кузнец Сковал Железную цепь Заморыш Обвил ее Вокруг себя Подтянул Она и лопнула Кузнец Вдвое Крепче сделал Ну Та годилась Заморышек Взял эту цепь Заплатил Сто рублей И пошел Сено караулить Сел под стог И Дожидается Вот в самую Полуночь Поднялась Погода Сколыхнулось Море И выходит Из морской глубины Чудная Кобылица Подбежала К первому стогу И принялась Пожрать сено Заморышек Подскочил Обратал ее Железной цепью И сел верхом Стала его Кобылица Мыкать По долам По горам Носить Нет Не в силах Седака Сбить Остановилась Она И говорит Ему Ну Добрый Молодец Когда сумел Ты усидеть На мне То возьми Владей Моими Жеребятами Подбежала Кобылица К синюю Морю И громко Заржала Тут синяя Море всколыхнулося И вышли на берег Сорок Один Жеребенок Конь Коня Лучше Красивше Весь свет И зайди Нигде Таких Не найдешь Утром Слышит Старик На дворе Ржание Топот Что такое Думает А это его сынок Заморышек Целый табун Пригнал Здорово Говорит Братцы Теперь у всех У нас По коню Есть Поедемте Невест Себе искать Поедем Отец С матерью Благословили Их И поехали Братья В путь Дорогу Далекую Дальнюю Долго Они ездили По белому Свету Да где Столько Невест Найти Порознь Жениться Не хочется Чтоб Никому Обидно Не было А какая Мать Похвалится Что у ней Как раз Сорок Одна Дочь Народилась Заехали Молодцы За три Девять Земель Смотрят На крутой Горе Стоят Белокаменные Палаты Высокой Стеной Обведенные У ворот Железные Столбы Поставлены Сосчитали Сорок Один Столб Вот Они Привязали К тем Столбам Своих Богатырских Коней И идут На двор Встречает Их Баба Яга Ах А вы Незваные Непрошеные Как вы Смели Лошадей Без спросу Привязывать Ну Старая Чего Кричишь Ты Прежде Напой Накорми В баню Своди Да После Вести И спрашивай Баба Яга Накормила Их Напоила В баню Сводила И стала Спрашивать Что Добрые Молодцы Дела Пытаете Или От дела Лытаете Так сказать Дела Пытаем Бабушка Чего Что же вам Надобно Да Невесты Ищем У меня Есть Дочери Говорит Баба Яга Бросилась Высокие Тюрема И вывела Сорок Одну Девицу Тут Они Сосватались Начали Пить И гулять Свадьбы Исправлять Вечером Пошел Заморышек На своего Коня Посмотреть Увидел Его Добрый Конь И Промолвил Человеческим Голосом Смотри Хозяин Как Ляжете Вы Спать С Молодыми Женами Нарядите Их В Свои Платья А На себя Наденьте Женины Не То Все Пропадем Заморышек Сказал Это Братьям Нарядили Они Молодых Жен В Свои Платья А Сами Оделись Женины И Легли Спать Все Заснули Только Заморыш Глаз Не Смыкает В Самую Полночь Закричала Баба Яга Зычным Голосом Эй Вы Слуги Мои Верные Рубите Незваным Гостям Буйны Головы Прибежали Слуги Верные И Отрубили Буйны Головы Дочерям Бабы Яги Заморышек Разбудил Своих Братьев И Рассказал Все Что Было Взяли Неотрубленные Головы Воткнули На Железные Спицы Кругом Стены Потом Оседлали Коней И Поехали Наскоро Поутру Встала Баба Яга Глянула Кругом 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 Стены Торчат На Спицах Дочерни Головы Страшно Назлобилась Приказала Подать Свой Огненный Щит Поскакала В погоню И Начала Полить Щитом На Все Четыре Стороны Куда Молодцам Спрятаться Вопрос Впереди Сине Море Позади Баба Яга И Жет И Полит Помирать Бы Всем Да Заморышек Догадлив Был Не Забыл Он Захватить У Бабы Яги Платочек Махнул Тем Платочком Перед Собою И Вдруг Перекинулся Мост Через Все Сине Море Переехали Добрые Молодцы На Другую Сторону Заморышек Махнул Платочком В Ихнюю Сторону Мост И Счез Баба Яга Воротилась Назад А Братья Домой Поехали